Телеканал КРТ представляет В конце концов, президент сказал ей, подразумевается Кристин Ноэм, губернатор штата Северная Дакота, где расположен монумент, в овальном кабинете, что хочет, чтобы его изображение было выгравировано на памятнике. А в прошлом году сотрудник Белого дома обратился в офис губернатора с вопросом, каков процесс добавления дополнительных президентов на гору Рашмор. Очевидно, данная странная новость была нацелена на дискредитацию Трампа и содержала в себе идею о том, что он не достоин кампании величайших президентов. Однако Дональд Трамп полностью дезавуировал этот посыл, ответив на него в своей неповторимой ироничной манере. Вот что он написал в Твиттере. Это фальшивые новости от неудачников из Нью-Йорк Таймс и СНН, имеющих плохие рейтинги. «Никогда не предлагал этого, хотя, исходя из всего того, что было достигнуто за первые три с половиной года, возможно, больше, чем за любой другой президентский срок, идея мне нравится». Однако заводной характер Трампа не всегда играет ему на пользу. Так, газета «Политику» в субботу сообщила, что президент США обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании, 87-летнего предпринимателя Шелдона Адельсона, и теперь республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями этого поступка. Как значится в публикации издания, Адельсон позвонил Трампу, чтобы поговорить о законопроекте о помощи в преодолении коронавируса и об экономике. Но затем Трамп перевел разговор на предвыборную кампанию и спросил Адельсона о том, почему тот не делает больше, чтобы поддержать его переизбрание. Один из осведомленных источников «Политику» рассказал, что президент понятия не имел, насколько ему помог Адельсон, который на протяжении многих лет жертвовал десятки миллионов долларов на поддержку Трампа. После этого Адельсон якобы бросил трубку. Как утверждает издание, после распространения информации о телефонном звонке, официальные лица республиканской партии забеспокоились, что президент настроил против себя одного из крупнейших спонсоров в опасный момент своей кампании. Они поспешили загладить вину и примириться с Адельсоном, но, возможно, некий осадок все-таки остался. О неких проблемах в избирательной кампании Трампа на прошлой неделе заявил и знаменитый американский профессор Алан Лихтман, который с 1984 года восемь раз безошибочно определял победителя президентских выборов в США и ошибся только в 2000 году, когда выиграл республиканец Джордж Буш-младший, а не демократ Альберт Гор. На этот раз он предсказал победу Байдена. Как утверждает сам Лихтман, для определения победителя на выборах он использует собственную систему прогнозирования под названием «13 ключей к Белому дому». Задавая 13 вопросов, которые касаются экономики, социальных волнений, скандалов, занимаемой должности кандидата, а также его личной харизмы, профессор определяет вероятного победителя. К слову, в прошлый раз его прогноз оправдался. Вопреки заявлениям большинства политических обозревателей, в 2016 году президентом стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон, что и предсказывал Лихтман. Тем не менее, Трамп не теряет надежды на победу. 8 августа он заявил, что демократическая партия может победить на предстоящих выборах главы государства только путем массовых фальсификаций результатов голосования. Под попыткой фальсификации он имел в виду лоббируемое демократами решение об отмене в большинстве штатов требования предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования. Как заявил Трамп, цитата, Зачем им запрещать удостоверение личности избирателя во всех штатах? И почему они хотят отменить требования проверки подписи на федеральных выборах? Кому нужен законопроект о запрете проверки подписи? Что все это значит? Вы знаете, о чем это? О мошенничестве. Вот чего они хотят. Мошенничество. Они хотят попытаться украсть эти выборы, потому что, откровенно говоря, это их единственный способ выиграть выборы. Однако, несмотря на оптимизм Трампа, в его кампании действительно присутствуют серьезные проблемы. На прошлой неделе появились сообщения о том, что рейтинг кандидата от Демократической партии США, бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, превышает рейтинг действующего американского президента Дональда Трампа в семи штатах, в которых последний уверенно победил на выборах 2016 года. Так, по данным опроса, проведенного агентством Associated Press, данные которого были опубликованы 3 августа, рейтинг Байдена в штате Мичиган составляет 49,3% против 41,5% у Трампа. Во Флориде 50% против 43,8%. В Пенсильвании 49,4% против 43,4%. В Висконсине 48% против 43%. В Аризоне 48,7% против 45%. В Северной Каролине 49,5% против 45%. И в Огайо 47% против 44,7%. В целом же, из 14 штатов с наибольшим числом выборщиков, а как мы помним, именно они решают исходы американских выборов, Трамп в данный момент лидирует только в трех. Такое положение вещей – серьезный повод задуматься для американского президента и что-то поменять в своей предвыборной кампании. Рейтинги Трампа начали падать после того, как в американском обществе спал первый шок от эпидемии коронавируса. Основным достижением президента, стремящегося, согласно лозунгу его кампании, сделать Америку снова великой, было создание за его президентский срок 9 миллионов новых рабочих мест. Многих американцев это действительно впечатляло. Однако эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин повысили показатели безработицы в США до 26 миллионов безработных в апреле. В июле этот показатель снизился до 16 миллионов, но он все равно существенно выше до карантинного уровня. Собственно, именно это, а также удручающая статистика заражений коронавирусом в Соединенных Штатах и волна протестов движения Black Lives Matter и стали основными причинами падения рейтинга доверия Трампа. И все же шансы у действующего американского президента есть. Как следует из вышеупомянутых цифр, в большинстве ключевых для победы штатов отрыв Байдена от Трампа не превышает 8-9%, а в некоторых из них он и вовсе составляет пару процентов. Грамотное ведение кампании на протяжении следующей пары месяцев или выбрасывание в публичное пространство некого особенно сильного компромата на кандидата от демократов вполне может компенсировать отставание. Продолжение следует...